Я два слова, наверное, в преддверии, пока включается презентация. На самом деле удивительно, но в последние несколько месяцев, месяца три, наверное, я по рынку собрал отзывы от компаний, партнеров, которые начали думать или делать и развивать направление поддержки как отдельное направление. И для меня это интересный сигнал, потому что до этого я чаще всего слышал, что поддержкой студии не занимаются. Было удивительно, и Евгений, кстати, делал доклад на одной из партнерских конференций, что история-то очень интересная, и непонятно, почему туда не идут. Мы решили назвать волшебным образом доклад, поскольку после создания проекта, естественно, он никуда не бросается, куда-то перетекает, а если его не берете вы, то берет кто-то еще. Берет IT-сумма, она специализируется на поддержке как раз, и она видит все… Не совсем, они не на поддержке специализируются, это совершенно разные вещи. Хорошо, хорошо. Давай я дополню. Давай. Вообще, Женя сейчас все сам расскажет, но это одна из немногих компаний, которая занимается системным администрированием проекта. В Иркутске сколько человек у тебя работает? 40. Ну вот человек 10 каждую минуту сидят в онлайне, обслуживают сервера, мониторят, следят за цифрками, перегружают, поднимают, следят за дедосом, за всякими вещами, за которыми мы обычно не следим, особенно когда спим. А вот эти 300 обращений в час, вот он сейчас расскажет, как вообще все это работает, и как вам использовать это за своего бизнеса. Да, здравствуйте еще раз, меня зовут Евгений Потапов. Вообще наша компания основана в 2008 году, и начинали мы как аутсорсер разработки высоконагруженных проектов. Мы разрабатывали сайты на запад, разрабатывали их под высокие нагрузки, чаще всего это было на PHP, но со временем, после релиза этих проектов, стало ясно, что нужно эти сайты поддерживать, поддерживать больше с точки зрения технической поддержки, администрирования, мониторинга того, что все работает, оперативного реагирования, тюнинга серверов и так далее. И стало понятно, что эта штука для нас масштабируется бизнесово гораздо лучше, чем разработка. По сути, клиенты нам на технической поддержке, на администрировании платят абонентскую плату за то, что мы среагируем, за то, что они знают, что мы среагируем в течение 15 минут, если случится какая-то беда с серверами. У нас выделено два направления. Одно направление – это техническая поддержка сайтов. Сейчас мы делаем акцент на DNS, Bittrex и e-commerce. Техническая поддержка именно системное администрирование. То есть мы не разработчик, мы принципиально не занимаемся разработкой, чтобы не конфликтовать с студиями, которые у нас есть, клиенты. И мы не хостинг, чтобы не рекомендовать какие-то конкретные хостинги, не завязывать клиентов на нас. Мы можем рассказать о нашем опыте использования хостингов, но сами хостинговые услуги не предоставляем и не перепродаем. Клиенты у нас есть разные на поддержке. Есть студии, есть большие энтерпрайзные клиенты, которые хотят знать, что их сайты работают. Есть много-много e-commerce проектов, небольших и больших. И второе наше направление – это аудит производительности 1S Bittrex. Такой типовой, простой аудит, который проходит в течение 3 до 20 дней и про который я как раз больше всего хочу сейчас рассказать. По сути, аудит состоит из трех направлений. В рамках аудита мы, во-первых, на протяжении аудита мониторим состояние сервера, мониторим настройки сервера, осмотрим конфигурацию сервера, чтобы понять, что проблемы на сайте, если они есть, происходят не из-за его конфигурации, не из-за его аппаратного обеспечения, а из-за каких-то проблем в коде или, может быть, скорость сайта упала из-за проблем во фронтенде. Во-вторых, мы к себе на стенд, на тестовый сервер, который изолирован от нагрузки, в котором поднята специальная среда для более простого анализа, и в которой мы знаем, какая у него производительность, переносим код и анализируем там код. И в-третьих, мы анализируем работу фронтенда, там совсем базовые штуки, мы все-таки там не сильно фронтендеры, мы больше админы. О тех вещах, которые мы чаще всего находим в проектах на Битриксе, я и хочу сейчас рассказать. Первое, это, собственно, начинается с аудита серверного ПО. Самая частая штука, которая замедляет производительность, индекс конфигурации сервера, это оставленный на продакшене включенный xdebug. Его либо оставили до выхода в продакшен, и он продолжал работать после релиза, либо его оставили на всякий случай, чтобы потом иметь возможность отладить. Он значительно уменьшает производительность сервера, практически в два раза замедляется PHP. Вторая штука, которую чаще всего мы видим, это отсутствие прикомпилятора, его заполнение полностью, или использование неправильного прикомпилятора. Есть, например, прикомпилятор APC, у которого есть эмулятор APC-U, который используется только для того, чтобы иметь совместимость со старой версией. Очень часто мы видим APC-U работающий, и других прикомпиляторов не стоит. И третья проблема, которую мы тоже очень часто видим, это сайт на Битриксе, портал на Битриксе, который поставлен не на Bittrex.env, и сконфигурен неверно. Есть совсем самые простые вещи, тоже часто встречающиеся, где MySQL в результате этого работает с неправильными настройками, с минимальными буферами. Настоятельно рекомендую использовать Битриксе, или виртуальную машину по умолчанию, просто потому что администратору типично очень сложно повторить все эти настройки. Кроме того, почему-то любые администраторы, которых мы видим, они очень не любят инструмент проверки системы, и в 9 из 10 случаев нужно заходить в проверку системы, прогонять, показывать, что вот смотрите, здесь есть проблемы, вот сюда можно зайти, чтобы это снова сделать, администраторы заходят на сервер, расправляют какие-то вещи, но повторно проверку системы не запускают практически никогда. Очень часто это несколько итераций с проверяющими проверку системы, где мы проверяем проверку системы и просим еще раз унести изменения. Типичные проблемы для серверной конфигурации, это если за сервером долго не смотрели, клиент думает, что есть рейт-массив, он надежно защищен, в рейт-массиве при этом вылетел один из жестких дисков, и второй работает под высокой нагрузкой. Сервер находится под большим риском. Очень часто есть проблемы в производительности, когда рейт делает так называемый ресинг, заново синхронизует данные, и на протяжении этого момента возникает большая нагрузка на дисковое хранилище, и, соответственно, сайт замедляется. В некоторых случаях есть несколько даза-центров, которые по умолчанию дают очень небольшой канал. Если у нас есть, например, компании на рассылках, в этот канал можно упереться. Я знаю несколько хостингов, которые дают серверам вместе порядка 20 мегабит. Если при этом клиент сделал большую рассылку, которую не распределил по часам, а пульнул, например, в 10 утра, эта рассылка по статике, по выдаче картинок может упереться в интерфейс канала, и у вас на сервере все хорошо, на ваших тестовых серверах, где вы ввели разработку, все хорошо, страницы быстро отдаются, клиент жалуется, что картинки не показываются или страницы скрываются долго, просто потому что уперся в интерфейс. Это лучше мониторить, проверять, на высоких нагрузках смотреть, не происходит ли на сетевом интерфейсе так называемый потолок, когда у вас есть ровная линия, выше которой ничего не поднимается. И самое, конечно, все-таки важное, то что чаще всего тормозит не сервер, а код. У нас, к сожалению, очень много раз, когда приходят какие-то клиенты, разработчики или владельцы сайтов на аудит, они говорят, вы знаете, у нас точно нет проблем с кодом, у нас есть проблемы с сервером, пожалуйста, посмотрите. Мы все равно чаще всего уносим сайт к себе на стенд, потому что в большинстве случаев так или иначе те или иные проблемы с сервером связаны с проблемами с кодом. Из самых простых рекомендаций по тому, что можно сделать с сервером. Обновить PHP до 5.6, особенно если у вас есть какие-то высокие нагрузки от рассылок. Если у вас был PHP, например, 5.3, то увеличение на 5.6 по нагрузке на процессор позволит снизить до 30%. Если у вас MySQL 5.1, обязательно его обновите до 5.5 или 5.6, потому что он гораздо лучше работает в многоядерной среде, а практически все сейчас серверы, которые вы получаете, они многоядерные. Железный рейд, значит, лучше программного. Это такая очень большая болячка, которая заключается в том, что в тот момент, когда у вас в программном рейде вылетит жесткий диск, вам нужно будет провести операцию по его замене. В рейде сотрудник хостинга вытащит жесткий диск и вставит его на горячий, и дальше все будет работать. В софтовом рейде, в программном рейде вам нужно будет полагаться на администратора, который попросит хостинг вытащить нужный диск, затем должен будет провести синхронизацию с одного диска на другой, и при этом не провести синхронизацию с чистого диска на диск заполненный данными, таким образом не обнулить сервер. По моей статистике, по моему опыту, администраторы в целом, думаю, могут совершать такую ошибку, если в массовых числах мы это смотрим, в одной из десяти операций, потому что довольно сложно распределить эти диски. У нас есть жесткий чек-лист, у нас это операция по замене софт-рейда, это операция, которая требует нескольких согласований, просто потому что действительно великий риск того, чтобы можно убить случайно данные. Кроме того, если у вас софт-рейд, и вы меняете диск, просто на всякий случай в хостинг обязательно напишите, что просьба сохранить старый жесткий диск, который вылетел из рейда, на тот случай, что если нам потребуется его вернуть. Хецнер, например, если кто-то остался в Хецнере, диск уничтожает немедленно. То есть у вас есть очень маленький вариант вернуть старый диск, если вы его убрали и отдали на замену. Отдельно хотел попросить студии про такую штуку, которая к нам приходит время от времени. Я это называю хостинговый сервер. Это сервер, в котором лежит несколько проектов, и лежит эти несколько проектов ваших клиентов не в виртуальных машинах. Это самая болячка с точки зрения поддержки, самая болячка с точки зрения тех проблем, которые можно получить, поскольку если эти несколько проектов живы, вы их обновляете, а не под трафиком, то как только у вас случится какая-то проблема с нагрузкой на одном из проектов, она затронет все остальные. И если у вас аудитория этих проектов большая, если клиенты сами смотрят за доступностью своих серверов, то вместо того, чтобы получить проблему от одного клиента, когда у вас случилась какая-то беда, вы получите проблемы от всех клиентов, которые есть у вас на этом сервере, потому что они все друг друга будут перекрывать. Лучше сделать, обязательно нужно сделать виртуальные машины и положить каждого клиента в виртуальную машину. Обязательно нужно использовать и создать диски, потому что даже если вы разложили все это по виртуальным машинам, если у вас будет съедаться дисковая производительность, диск не выдержит, и вы упрятесь все равно в производительность сервера. И еще важный момент про создать диски. Вообще, если вы их почему-то не используете, их нужно обязательно использовать. Смысл в чем? Произвительность стата диска 80 дисковых операций в секунду, производительность хорошего SSD диска 40 тысяч дисковых операций в секунду. То есть SSD не в два раза лучше, не в четыре раза лучше, он лучше в 500 раз для хорошего диска. Разные клиенты, разные IP, но это больше уже с точки зрения SEO-штук. Мы видели, когда у студии клиенты сидят на одном сайте, и потом они неожиданно узнают, что по этому IP-шнику есть еще множество других сайтов и начинают спрашивать, что как же так, я думал, что я один на этом сервере и так далее. Анализ кодовой банды. Переносим код на стенд, аудит весь проводим с выключенным кэшом, а потом проверяем еще, как используется кэш. И порядок анализа страниц для аудита берем из монитора производительности. То есть сначала берем самые частые, самые суммарно долгие по времени страницы, и затем смотрим остальные. Чаще всего какие ошибки мы видим? Первое – это ошибки использования API Bittrex. Второе – это довольно такая дурацкая простая ошибка, которая часто есть. Это фасеты не включены или не используются, или используется самописный фильтр. Третье – это случайно отключено кэширование или оно не работает. Четвертое – это модификация ядра. Ну и еще одна важная проблема – это проблема с разработками, с работой внешних сервисов. Ошибки использования API – топ номер один. Элементы получаются в гет-листе до цикла, дальше разработчик в цикле обходит каждый элемент, делает с ними что-то. Он, может быть, получает их свойства. Он, может быть, как-то их обрабатывает или следом фильтрует, не фильтруя предварительно. Он, может быть, делает какие-то еще операции. Возможно, дополнительный цикл включает. Это прям первая штука, которую следует избегать, которую следует смотреть. А фасеты не включены или не используются? Это проверяется очень просто. Вы можете смотреть на некэшированные страницы время ответа. И если у вас время ответа смарт-фильтра высокое, то, скорее всего, фасеты у вас либо не включены, либо при индексации не сработали, тогда их надо заново создать, либо, ну, очень частая проблема, что фильтр был создан кастомный на основе стандартного до фасетов, и фасеты в нем не предусматриваются. Несколько раз мы разговаривали с разработчиками о том, что, ну, как их внести. Очень часто в итоге внести изменения по фасетному фильтру можно простым мержем. То есть вы возьмете там код. Это не настолько сложная операция, насколько меньше она, насколько не настолько сложна работа по доработке этого фильтра, насколько эффективнее она даст работать с страницей, с сайтом в целом. Очень часто клиент с сайтом, с магазином говорит, что все плохо, эта штука изменяется, все начинает работать хорошо. Кэширование. Мы очень часто видим сайты, в которых, в принципе, сайт разработан для того, чтобы работать только с кэшированием. Я знаю, что есть некоторые студии, у которых есть прям корпоративный стандарт в разработке, о том, что вся разработка должна вестись с отключенным кэшированием. Я считаю, что это очень хорошо. И в рамках этого разработки с отключенным кэшированием время ответа страниц должно быть не больше одной секунды. Уже сверху, поверх этого, накладывается кэширование, накладывается работа с кэшом, но в случае с кэшированием есть варианты, когда можно ошибиться. Итак, номер один – это кэширование компонента отключено случайно, или не включен кэш-фильтр, когда это можно сделать. Номер два – разработчик кэширует в кэш очень большой объем данных, а нужно понять, что в этот момент при распаковке кэша, при его диссерилизации, создается огромная нагрузка, первое – на процессор, второе – может съесться очень много памяти. Третье – код вызывается из шаблонов, здесь понятно, результаты в принципе не кэшируются на время его работы. Следующая по популярности штука, каждое обновление один из битриксов, мы видим, улучшает его производительность, но в большинстве обновлений мы видим очень-очень много старых версий. Большинство людей при этом боятся обновлять, потому что будут какие-то проблемы. Для старых проектов я это понимаю, для новых проектов я предложил бы все-таки сделать хорошую практику, обновляться постоянно, потому что чем дольше вы не обновлялись, тем больше есть варианты, что у вас были какие-то изменения зачем-то в ядре. Честно говоря, я понимаю, что есть кейсы, когда ядро надо модифицировать, но чаще всего это сделано по какому-то незнанию или для простоты разработки. Не нужно этого делать, нужно постоянно оставить возможность проекта обновляться, потому что когда к нам приходит битрикс с версией меньше 10 и клиенты просят что-то сделать с обновлением, уже становится все очень сложно. Проблема с работой с внешними сервисами – это отдельная болячка, которая чаще всего и говорит в итоге клиентам о том, что проблемы с сервером, потому что когда у вас есть некий внешний сервис, с которым работает ваш код, может быть какая-то опишка, может быть какая-то служба рассылки, которая там высылает письма в реалтайме во время действия клиента, может быть это какой-то смс-сервис, который высылает подтверждение о заказе и так далее. Когда у вас этот сервис начинает тормозить, вы этого не увидите, а для пользователя все процессы будут выстраиваться в очередь. Фактически сервер не нагружен, на нем не существует всплесков процессорной нагрузки, на нем не нагружена база данных, но сайт перестает отвечать полностью. Что тут можно сделать? Во-первых, обязательно нужно проверять, что работают таймауты на внешние сервисы и желательно еще каким-то образом, есть отличная штука, называется Pimba для PHP, например, с помощью той же самой Pimba мониторить отдельные компоненты в коде. По фронтенду мы, как я сказал, глубоко во фронтенд не лезем, просто прогоняем фактически пейдж-спидом и выдаем базовые рекомендации. Очень часто они пробовали включить CDN, не скажу, что он помогает всегда, по моему мнению это помогает один из двух случаев, очень сильно зависит от географии, очень часто отсутствует кзип-кодирование, очень часто CSS, JS вставлены напрямую и очень часто не оптимизированы от изображения. Эту штуку прогнать перед релизом предельно просто. Ставите Google PageSpeed либо в Chrome, либо прогоняете через их собственный интерфейс и смотрите результаты. Кстати, вот мне рассказывали, что в последних версиях пейдж-спида, пейдж-спид в один из рекомендаций говорит, ваша страница генерилась больше 300 миллисекунд, это тоже неправильно, ускорьте. Итак, рекомендации на этапе разработки, для эксплуатации, на этапе разработки все страницы проверяем с отключенным кэшом, вообще работаем с отключенным кэшом, страница должна открываться не медленнее, ни одной секунды. Стандартный инструментарий, проверка системы и прочее прогоняем постоянно, смотрим, все ли окей. После выкладки на продакшн перепроверяем, что кэши не забыли нигде включить, не остались выключены, потому что разработчик оставлял для целей своей разработки. Проверяем время страниц работы без кэша, также прогоняем все. И в процессе эксплуатации мониторим время ответа отдельных страниц. Мы часто видим проблемы с сайтами не в момент выкладки, когда все сделано классно, когда все подготовлено для хорошего релиза, а вот затем возникают моменты, когда маркетинг, кто-то еще просит, а вот сделайте, пожалуйста, еще вот такую штучку, завтра сделаете, и разработчик делает, а сделайте еще вот такую штуку, можете сделать через час. И каждая такая штуковина накладывает какие-то дополнительные проблемы с производительностью, потому что времени у студии, у разработчиков на грамотный код этот момент нет. И кажется, что каждое такое изменение, ну оно даст плюс 100 миллисекунд. В какой-то момент каждое такое изменение в итоге увеличивает время ответа до плюс секунда, плюс 2 и так далее. И вот эту штуку лучше всего наблюдать какими-то графиками, каким-то мониторингом, чтобы у самих вас сработал в какой-то момент алерт, напоминание о том, что смотрите, время ответа стало в два раза дольше. Нужно что-то все-таки уделить внимание производительности, посмотреть, что может быть, ну и попытаться решить проблемы. Еще штука, которую мы советуем студиям, которую делаем сами, она прям отлично помогает, это мониторинг скорости сайтов в панели. Довольно часто бывает, когда клиенты заходят в админку месяца два спустя, чаще всего такие сотрудники магазинов, например, и видят, что скорость сайта стала очень медленно. При релизе она была очень быстро. В принципе, замониторить вот эту цифру, ее довольно просто, и можно регулярно опрашивать сервера Bittrex, но не слишком часто, чтобы сам Bittrex не грузился. И, например, раз в час спрашивают цифры для того, чтобы знать, какая скорость сайта у вас по времени в течение дня, в течение недели, в течение месяца и так далее. И когда у вас, вы знаете, что у клиента эта скорость сайта станет очень быстро-быстро, станет медленно или очень медленно, у вас пусть сработает собственное оповещение, и вы сами скажете клиенту, что случилась проблема, давайте будем разбираться, что происходит. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопросы? Да, друзья, вопросы. Жень, тебе нет ни одного вопроса. Либо все понятно, либо ничего не понятно. А было слышно, да? И видно тоже, и все понятно. Спасибо, Жень. Хорошо, спасибо, Жень, большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ